Сашка, Тошка, выйди! Лола иногда выходит в свет. Эта кубинская дискотека совсем не модное место. Самые обычные жители Сантьяго приходят сюда после работы, чтобы просто потанцевать. А танцевать она любит больше всего на свете. Ее партнеры – ребята из подтанцовки. Они просто коллеги и друзья, говорит Лола. Русская красавица пока предпочитает оставаться одна. Ну вот были бразильские футболисты с национальной сборной. Ну что же в этом интересного? Это интересно было для прессы, а для жизни это неинтересно. Замечательные ребята, милые, веселые. Ну просто любому, ну оба с ними было веселиться, но это же не для жизни. Ну завтракать-то с кем-то надо. А на завтрак о чем поговорить-то с ними? Я же пытаюсь им как-то объяснить. Я даже по глупости как-то первое время говорила. Ну вот, ты знаешь, я вот недавно такую книжку прочитала. И там вот, ага, ага, куда с ней вечером пойдем? Так что, мне вот недавно, кстати, советовали одни мои знакомые. Мне говорили, слушай, а почему ты все время как-то здесь ищешь? Вот Бразилия, Аргентина. Ты наших найди, кого-нибудь. Да ты наших найди. Вот туда же надо. Не здесь. Здесь они на вид хорошие, а внутри пусто. Так что, может, туда поеду выбирать. В сентябре в Чили праздник, День Родины. Чем-то похож на наш Первомай. Народные гуляния, традиционные костюмы и местная еда. Шашлык, пирожки, эмпанадос и некрепкая чича. А знания и виртуозное исполнение национального танца Квека – священные обязанности и долг любого чилийского гражданина. У нас такого нет. Ну, я же говорила, вы представляете себе, чтобы у нас кто-то собирался вот так вот народные гуляния и танцевали, я не знаю, там казачок? Просто. Вот народ просто собрался и начали танцевать казачок. Я могу себе представить только после такой бутылок водки. Чилийские политики, особенно левые, давно приглядываются к Лоле. Народная любовь к русской красавице просто безгранична. Где бы она ни появлялась, собирается толпа, поцелуи, автографы, фотографии на память. О политической карьере Лола пока всерьез не задумывается. Но чем черт не шутит? Ну, если Шварценеггер стал, полез в политику, ну, кто угодно может полить в политику. Где лучше всего проявляется национальный характер? В любой стране мира, чтобы понять, чем живут люди, нужно отправиться на рынок. Национальная одежда, головные уборы, еда – это не сувениры, а то, что чилийцы покупают для себя. Вообще-то, я не понимаю, честно говоря, потому что это с севера. А на севере не холодно. Потому что я не понимаю, зачем там шапки. Но все равно есть. Ай! О! Север! Иностранцы тут узнают сразу. Откуда им узнать, как носить местную шляпу или пончо? Но русская Оля Мельник с народным костюмом справляется виртуозно, как настоящая чилийка. Вот это вот я. Он меня сегодня утром просто нарисовал. Ему что-то было в голову меня нарисовать. Я не похожа на это. Крася. Приятного аппетита. Это вкусно. Тяжело кушать, но вкусно. Почему-то так бывает, что если ты родился у моря, то какая-то необъяснимая сила не дает тебе надолго оторваться от шума прибоя, грика чаек, золоноватого запаха морского ветра. Оля Мельник больше 15 лет живет в Латинской Америке. Но когда у нее выдается свободная минута, она приезжает на берег Тихого океана и вспоминает о доме. Мне русских не хватает. Мне нашей традиции не хватает. Я оливье хочу кушать. Я хочу кушать борщ. Я хочу слушать нашу музыку, читать книжки, смотреть наши фильмы. Мне подарили кассету с гардемаринами. Гардемарин вперед. Я ее везла как ценность, просто как драгоценность. Я ее везла и такая... Какая жаба! Я ее поставила сюда в кассетник и не работает, потому что записано в другой системе. Ну, вот я это хочу. Пока еще не очень понятно, меняет знаменитая Лола Мельник саму себя или только свой телевизионный имидж. Если саму себя, то права, наверное, нужно меняться, пока тебя не изменило время. Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский не боялся многое менять в течение всей своей долгой жизни. Он менял города, страны, женщин, друзей, работу. Его не понимали и даже осуждали близкие люди. Но он поступал по-своему и, как правило, в свою пользу. У активного человека всегда больше лотерейных билетов на руках. В судьбе есть где развернуться. В судьбе есть где развернуться. Настя Каменских Потап